Всем привет! Сегодня мы будем готовить легендарное французское блюдо биф бургиньон. Биф бургиньон. История этого блюда началась много веков назад в регионе Бургундия, когда один человек решил попробовать приготовить мясо, а точнее говядину с бургундским вином. С тех пор было придумано много вариантов рецептур приготовления этого блюда, но неизменным всегда остается одно. Нужно обязательно тушить говядину менее 3-4 часов в красном вине, в бургундском вине. Попробовав это блюдо, вы не забудете его никогда, потому что мясо приобретает потрясающий вкус и аромат вина. И как обычно, я хотела найти самый идеальный рецепт приготовления этого блюда, и он у меня есть. Им поделился со мной мишленовский шеф-повар, и сегодня я поделюсь им с вами. Пойдемте на кухню. Давайте готовить вместе. И давайте готовить вместе. 1 килограмм говядины нарезаем вот на такие кусочки, примерно 5-8 сантиметров. Далее наше мясо перекладываем в емкость для маринования. Затем заливаем вино, мы оставляем мариноваться минимум на 1 час. И обратите внимание, на 1 килограмм мяса мы используем 1 бутылку вина. Это очень важно. Так же, как и использование хорошего качественного вина региона Бургундия или сорта Пино Нуар. Наше мясо промариновалось, теперь выкладываем его на решетку, чтобы ушла лишняя жидкость. Ну и вино, конечно, не выбрасываем, оно нам пригодится для готовки. Следующим этапом растопите немного сливочного масла и добавьте в него 100-150 граммов муки и поджарьте ее. Она нам понадобится для того, чтобы сделать соус для мяса. Будьте внимательны, чтобы мука не подгорела. Обжариваем до золотистого цвета. Теперь займемся приготовлением мяса. Обсушите каждый кусочек со всех сторон с помощью бумажного полотенца. Теперь мы можем приступить к обжарке мяса. В посуду для запекания поставьте на сильный огонь и добавьте арахисовое масло. Раскалите его. Теперь выкладываем мясо. Обжариваем наши кусочки мяса примерно по 5 минут с каждой стороны, чтобы оно хорошенько запечаталось. Теперь добавляем поджаренную муку. Хорошенько встряхиваем. И заливаем нашим вином. Мясо должно быть полностью покрыто вином. Ставим на слабый огонь и закрываем крышкой. Теперь нам нужно нарезать овощи, которые будут тушиться вместе с мясом. Две небольшие морковки. Четыре небольших лука. Нарезаем довольно-таки крупными кусочками. Четыре зубчика чеснока просто раздавить ножом. Также добавим небольшой кусочек бекона примерно 100-150 грамм. В сковородку с толстым дном добавьте немного арахисового масла и поставьте на средний огонь. Выложите наш бекон и поджарьте немного. Далее добавьте овощи. Далее добавьте ароматические травы. Пару веточек тимьяна и лавровый лист. Обжариваем недолго, буквально 5-7 минут до золотистого цвета. Теперь в наше мясо, которое тушилось все это время на слабом огне, добавляем овощи. Сюда же добавьте 1 литр говяжьего бульона и все хорошенько перемешайте. Добавьте перец и соль. Немного соли. Теперь закрываем крышкой и ставим в предварительно разогретую духовку до 150 градусов на 3-4 часа минимум. Поставьте таймер на 3-4 часа и каждый час проверяйте мясо. Тем временем мы подготовим овощи для гарнира. Нарежьте чеснок и розмарин. Они нам понадобятся для ароматизации картофеля. Отвариваем молодой картофель в течение 15 минут. Когда картофель будет готов, слейте воду и откиньте его на друшлаг. Наш картофель охладился. Теперь нарежьте его напополам. Затем нарезаем шампиньоны. Вот таким образом. Затем морковь одинаковыми кусочками. И мелкий сладкий лук напополам. Далее разогреваем на среднем огне сливочное масло. Добавляем морковь и розмарин. Перемешиваем. Немного крупной соли. И газированную воду. Тушим на слабом огне. Далее в сотейнике с толстым дном на среднем огне разогреваем арахисовое масло. И добавляем наш лук. Нам нужно карамелизировать его с одной стороны. Добавляем крупную соль. Переворачиваем. Добавляем газированную воду. И тушим на слабом огне 7 минут. В этом процессе все комфорки у меня будут заняты. Вот так сейчас выглядит моя плита. Теперь на сковородке растопим немного сливочного масла и масло с травами. Добавим картофель, немного соли и розмарин с чесноком. Картофель у нас был уже отварен, поэтому мы его просто прогреваем. Далее в сотейнике разогреваем масло и добавляем грибы. Теперь откройте духовку и достаньте 3 столовых ложки соуса, в котором готовится мясо. И добавьте немного газированной воды. Обжарьте грибы пару минут с каждой стороны и добавьте соус и газированную воду. Добавьте немного соли и перец свежемолотый. И готовьте 5-7 минут. Итак, наши овощи готовы. При таком способе готовки мы сохраняем идеально текстуру, вкус и все витамины. Теперь настало время соединить все компоненты нашего блюда и создать наш потрясающий биф-бургиньон. Сервировать я буду в глубокую тарелку, чтобы наше блюдо как можно дольше оставалось горячим. Только посмотрите на эти кусочки мяса. Обязательно добавляем наш винный соус. Далее выкладываем наши овощи. Лук, морковь, картофель и грибы. Вуаля! Наш биф-бургиньон готов! И по традиции, мои рекомендации по подпору вина. Идеальный марияж к этому блюду будут составлять, конечно же, бургундские вина. Вы можете выбрать любого производителя, который вам нравится. Мне нравятся для примера эти. Шамбер там просто великолепно будет сочетаться. А также вы можете выбрать, в принципе, я думаю, что любое вино, сорт винограда Pinot Noirat, потому что бургундские вина содержат как раз этот сорт винограда. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марияж. Бон аппетит!